В Советском Союзе был анекдот о том, что одна сигарета убивает 10 минут жизни, бутылка водки убивает час жизни, работа убивает 8 часов жизни. И проблема не в работе, проблема в том, что вы живете во время этой работы или нет. Потому что даже если ваша работа не имеет какой-то сверхвысокой цели, то есть вы не спасаете детей в Африке, не лечите кого-то от каких-то ужасных заболеваний, не производите какого-то жизненно важного чего-нибудь. А у большинства людей мы не делаем что-то такое, без чего как-то совсем было бы нельзя. Вопрос – ты как живешь в работе? И по сути дела, то, что возникло после пандемии, вот это массовое профессиональное выгорание, достигающее степени 50-57%, в зависимости от организации, по всему миру, везде немножко по разным причинам, но суть, в общем, одна. Это проблема жизни в работе. Насколько вы в работе живете, потому что это сфера деятельности. Вот отношения с другим человеком – это сфера деятельности. Вы с ним что-то делаете. Вот если вы с ним мало делаете, то у вас плохие отношения. То есть если вы вместе не готовите, я не знаю, вместе не играете во что-то, вместе не что-то изучаете в каких-то совместных движениях и так далее, вместе не создаете дружеских каких-то пространств, которые организуются, вместе не обустраиваете дом свой. Если вы вместе ничего не делаете, а просто спрашиваете, да как, да как, да ничего, да ладно, все, пока. Ну, как бы это не отношения, это не деятельность. В работе работает тоже деятельность. И вы можете в работе быть реально деятельными, и тогда вообще не важно, что это за работа, потому что в конечном счете, если за нее платят деньги, то в 90% случаев какой-то человек получает от этого какую-то пользу.